Меня много лет во всём преследуют неудачи, в том числе и в духовной жизни. Как это можно изменить? Вы знаете, в такой общей форме вопросы, вопросы разрешить практически невозможно. Я думаю, если кто хочет просто действительно познакомиться с духовной жизнью, то читайте Игумена Никона Воробьёна. Пожалуйста, читайте. Там все изложены самые основные положения. Но скажу при этом, что вот эти все неудачи, которые у нас, они происходят большей частью, и даже, может, как правило, от того, что мы хотим большего, чем с нами происходит. Я получаю 15 тысяч, а мне хочется 30, и я страдаю. Я хочу большего. Если бы только мы научились жить так, как писал апостол Павел. Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Я когда прочитал, как-то однажды обратил внимание. Это потрясающе! Потому что уметь жить и в скудости, чтобы не возроптать, и уметь жить в изобилии, чтобы, знаете, не развратиться. О, это непросто! Если этот человек, если бы этот человек действительно сказал такое, Господи, я получаю достойное по тому духовному состоянию, в котором я нахожусь. Достойное! Благодарю Тебя, Господи! Слава Тебе! Он бы увидел, как скоро у него прошёл бы этот гнев, эта нелудовлетворённость, и он бы ощутил мир в своей душе. Запомните! Это очень важный метод. Достойное я получаю. А мы все нет недостойных. У меня больше должно быть... Как от такого у меня неуспехи? Как от такого? Других успехов у меня нет. Слышите, откуда происходит? Достойное по делам своим я получаю. Ответ! Сегодня же будешь со мною в раю. О! Вот закон! Во-много! О!